После того, как мы в прошлом видео-тренажёре научились строить и быстро воспроизводить утвердительное предложение типа «he's ill», «we are at home», «she's at work», пора научиться задавать к ним вопросы. Вопросы в английском языке формируются не только интонацией, как в русском. В русском достаточно поменять интонацию. «Он дома», «Он дома?», но и с помощью изменения порядка слов-предложений. В английском вопросе практически никогда на первом месте не будет стоять местоимение, обозначающее «кто» или «что». На первом месте в вопросе всегда будет вспомогательный или связующий элемент. Такой, как, например, «наша есть» на английском это «is», «am» или «are». «Он есть» или «находится дома?», «he's at home», «есть», «находится ли он дома?», «is he at home?», «они являются, есть больные?», «they are real», «есть», «являются ли они больные?», «are they ill?», «я есть» или «являюсь». «Хороший?», «I'm good». «Если», «являюсь ли я хороший?», «am I good?». Но сначала давайте добавим в наш словарный запас несколько существительных, которые обозначают профессии или род занятий людей. Мы и будем использовать в вопросах. Возьмем такие слова, как Давайте поработаем над ними в следующем упражнении. Кто знает хорошо, можете проверить себя, а кто плохо знает или не знает вообще, потренируйте их быстрое извлечение из памяти и воспроизведение вслух в этом упражнении. Вам понадобится мгновенная реакция. Итак, переведите эти профессии во время паузы между ними. Приготовились? Начали! Медсестра, переводчик, строитель, дизайнер, юрист, автомеханик, медбрат, переводчик, инженер, учитель, журналистка, юрист, автомеханик, врач. Врач, строитель, повар, студент, медсестра, автомеханик, юрист, строитель, автомеханик, дизайнер, врач, водитель, инженер, повар. Переводчик, студентка, журналист, юрист, врач, автомеханик, медсестра, учитель, переводчик. Если возникают проблемы, гоняем упражнения по кругу. Работаем, пока все недочеты не исчезнут. Хотите говорить? Работайте. Никто за вас говорить не будет. Только так учатся говорить. То есть говорить учатся только говоря. И прямо сейчас, а не когда-то потом. Это мифическое потом без говорим сейчас никогда не наступит. И буквально пару слов об артиклях a и the. Артикль перед существительным указывает на то, как мы говорим о нем. Конкретно, the, этот, тот, вообще, a, один из какой-то. Например, если мы говорим he's a doctor, мы имеем в виду, что он вообще врач, по профессии. Какой-то врач, один из людей, которых называют врачами. Если же мы скажем he's the doctor, это нужно переводить конкретизируя, выделяя его из всех врачей. То есть он именно тот врач. Обычно после the doctor последует дополнительное конкретизирующее предложение. Например, он тот врач, о котором я тебе говорил. Он тот врач, что меня спас и так далее. В русском артикле нет. Поэтому мы употребляем эти слова или вообще ничего не ставим перед существительным. Становится понятно из контекста. Да, и еще одно. Артикль a ставится только перед существительными в единственном числе. a произошло от one, один из. Во множественном числе пока вообще не будем ставить артикля. Далее. Во множественном числе нам нужно будет добавить к существительному окончание s. Обратите внимание, что окончание s будет звучать по-разному в трех случаях. После глухих звуков глухо, как s, повара, cooks, студенты, students, автомеханики, mechanics. После звонких звуков звонко, как z, водители, drivers, строители, builders, дизайнеры, designers. А после свистящих и шипящих звуков окончание звучит как is. Например, медсестра. Nurse. Медсестры. Nurses. Давайте теперь потренируем местоимение, форму есть, артикли, где они нужны и профессии вместе. В утверждениях. Обратите внимание, на слияние is есть с артиклем a. Какой-то один из. Из плюс эй звучит не из-э, а слитно, из-э. Ар плюс эй звучит не ар-э, а слитно, ар-э. Эм плюс эй звучит не эм-э, а э-мэ. Или просто мэ. Приготовились? Поехали. Она медсестра. She's a nurse. Они переводчики. They are translators. Мы строители. We are builders. Я дизайнер. I'm a designer. Ты юрист. You are a lawyer. Вы автомеханики. You are mechanics. Они медбратья. They are nurses. Она переводчик. She's a translator. Они инженеры. They are ninjineers. Мы учителя. We are teachers. Она журналистка. She's a journalist. Он юрист. He's a lawyer. Я автомеханик. I'm a mechanic. Я врач. I'm a doctor. Она строитель. She's a builder. Они повара. Они повара. They are cooks. Мы студенты. We are students. Я медсестра. I'm a nurse. Он автомеханик. He's a mechanic. Вы строители. You are builders. Они автомеханики. They are mechanics. Я дизайнер. I'm a дизайнер. Вы врачи. You are doctors. Они водители. They are drivers. Отлично. Теперь добавим вопросительные формы. В английском даже есть особый вид вопроса или переспрашивания, своего рода уточнение. Например, She is ill. Она есть больная. Is she? Есть ли она? Is she в данном случае это переспрашивание, есть ли или является ли она действительно больной. Поэтому такие предложения переводятся на русские словами, которые выражают сомнение, недоверие, удивление, невозможность и так далее. Например, Он студент. He's a student. Да ну. Is he? Мы дома. We are at home. Правда? Are we? Они плохие. They are bad. Неужели? Are they? Они болеют. They are real. Серьезно? Are they? На них и потренируемся. Но вначале я хотел бы остановиться на особенностях произношения вопросительных форм Is he? И is she? Дело в том, что в разговорной речи форма is, стоящая перед hey или she, немного изменится, чтобы вам было легче произносить эти выражения. Итак, во-первых, is утрачивает звонкость, и звук з под воздействием следующего глухого звука тоже становится глухим звуком с. Поэтому не эз, хэ, а эсхэ. С и х сливаются как в слове пасха, а не пасха. Эсхэ. И второе. В форме эсхэ звук з в составе эсхэ не только тоже становится глухим с, но и уподобляется следующему звуку ш, то есть становится ним звуком ш. Поэтому не эсхэ, а просто эсхэ. Так легче произнести. А люди всегда говорят как легче. He's at home. Is he? She's at work. Эсхэ. Итак, перейдем к тренажеру. Сначала будем утверждать что-то, а потом переспрашивать. То есть сначала скажем, что кто-то есть с кем-то, потом удивленно переспросим, а потом зададим полный вопрос. Напомню, что в вопросе элемент есть, am is are, выносится наперед, а после него уже следует местоимение. Например, Они юристы. То есть они есть или являются юристами. They are lawyers. Неужели? То есть есть ли, являются ли они действительно такими? Are they? Они юристы? То есть есть ли или являются ли они юристами? Are they lawyers? Чтобы избежать путаницы, вопрос всегда будем направлять на заданное местоимение. Ведь в речи могут быть разные ситуации, и трактовать вопросы можно по-разному, смотря кто спрашивает. Так, например, предложение Мы дома. We are at home. Можно уточнить, переспросив Are we? Если уточняет кто-то из нас самих. Или Are you? Если кто-то другой уточняет у нас. Тот, с кем мы говорим. Поэтому, во избежание путаницы, кто у кого переспрашивает, всегда ориентируйтесь на первое заданное местоимение. Оно будет в самом начале. Пытайтесь перевести до того, как прозвучит мой перевод. Вначале используйте кнопку паузы, чтобы собраться с мыслями. Говорим вслух, громко и четко. Приготовились? Поехали! Она медсестра. She's a nurse. Серьезно? Она медсестра? Is she? Is she a nurse? Они переводчики. They are translators. Правда? Они переводчики? Are they translators? Мы строители. We are builders. Неужели? Мы строители? Are we builders? Это врач. It's a doctor. Правда? Это врач. Is it? Is it a doctor? Я дизайнер. I'm a designer. Правда? Я дизайнер. Am I? Am I a designer? Ты юрист. You are lawyer. Серьезно? Ты юрист? Are you? Are you a lawyer? Вы автомеханики? You are mechanics. You are mechanics. Да? Вы автомеханики? Are you? Are you mechanics? Они медбратья. They are nurses. Да ну? Они медбратья? Are they? Are they nurses? Она переводчик? Она переводчик. She is a translator. Действительно? Она переводчик? Ищи. Ищи. Ищи, я translator. Они инженеры. They are engineers. Не может быть. Они инженеры? Are they? Are they engineers? Мы учителя. We are teachers. Правда? Мы учителя? Are we? Are we teachers? Это юрист. It's a lawyer. Правда? Это юрист? Is it? Is it a lawyer? Она журналистка. She is a journalist. Да ну? Она журналистка? Ищи. Ищи, я journalist. Он юрист. He is a lawyer. Действительно? Он юрист. Is he? Is he a lawyer? Я автомеханик. I'm a mechanic. Серьезно? Я автомеханик. Am I? Am I a mechanic? Я врач. I'm a doctor. Правда? Я врач. Am I? Am I a doctor? Она строитель. She is a builder. Не может быть. Она строитель. Is she? Is she a builder? Они повара. They are cooks. Серьезно? Они повара? Are they? Are they cooks? Мы студенты. We are students. Правда? Мы студенты. Are we? Are we students? Я медсестра. I'm a nurse. Да ну? Я медсестра? Am I? Am I a nurse? Он автомеханик. He is a mechanic. Правда? Он автомеханик? Is he? Is he a mechanic? Они юристы. They are lawyers. Действительно. Они юристы. Are they? Are they lawyers? Это медбрат. It's a nurse. Правда? Это медбрат? Is it? Is it a nurse? Вы строители. You are builders. Да. Вы строители? Are you? Are you builders? Они автомеханики. They are mechanics. Честно? Они автомеханики? Are they? Are they mechanics? Я дизайнер. I'm a designer. Да. Я дизайнер. Am I? Am I a designer? Вы врачи. You are doctors. Правда? Вы врачи? Are you? Are you doctors? А теперь добавим к профессиям слова из предыдущих тренажеров. Happy. Ill. At home. At work. Good. Bad. И самостоятельно построим вопросы с ними. Постарайтесь произнести ответ во время паузы, до того, как прозвучит следующее задание. Обязательно пользуйтесь кнопкой паузы, если вы не успеваете или вам нужно отработать детали. И обязательно вслух. Каждый круг упражнения – это ваша языковая практика, ваше говорение. Развивайте его. Смелее. Не бойтесь ошибок. Они ваши друзья, а не враги. Они помогают вам учиться и тренироваться. На чужих ошибках не учатся. Это миф. Учатся только на своих ошибках. Так что радуйтесь ошибкам. Это значит, что вы уже говорите. Не ошибается только тот, кто говорит про себя или молчит. Если устали, отложите, передохните, а потом начните опять. Мозгу нужны перерывы, передышки, чтобы обработать то, что вы делали, и перевести это в режим автомата. Ну, а теперь приступим. Готовы? Поехали. Вы дома? Она медсестра? Мы хорошие? Они переводчики? Я плохой? Вы строители? Вы больны? Это на работе? Я дизайнер? Он дома? Они медбратья? Они на работе? Она хорошая? Она болеет? Они инженеры? Это хорошо? Это юрист? Она журналистка? Это плохо? Он юрист? Ты на работе? Я автомеханик? Вы счастливы? Я врач? Она строитель? Они болеют? Они повара? Она рада? Она рада? Мы студенты? Ты рад? Я медсестра? Мы хорошие? Он автомеханик? Они юристы? Ты дома? Это медбрат? Это плохо? Вы строители? Она на работе? Они автомеханики? Я дизайнер? Это врач? Вы врачи? Молодцы! Думаю, на этот раз хватит. Напомню, что это самая важная структура в английском языке. На ней очень многое строится, поэтому отработайте ее хорошо. Не берите много материала и сразу. Ваш рабочий принцип – лучше меньше, да лучше. И обязательно работайте с кнопкой пауза. Это не моя прихоть. На начальном этапе кнопка пауза дает возможность подумать спокойно и произнести в удобном для вас темпе. Структура закрепляется и ошибки не множатся. Пауза также не дает вам возможности увидеть или услышать ответ там, где он заложен в упражнении. И вы по инерции скачете по моим подсказкам, отвечая во время или после меня. Говоря «А, да, точно, я сам когда-то себя так ловил». Такая работа вдогонку дает намного меньший эффект. Этот курс нацелен на эффект, на достижение конкретной цели в каждом уроке. Комфортное и приятное изучение языка результата не дает. Вообще. Оно остается лишь приятным и познавательным времяпровождением. А вам нужны навыки. В комфорте вы их не получите. Они рождаются и закрепляются только в стрессовой ситуации, которую я для вас создаю специально. Если бы вы знали, сколько курсов программ и методики я испытал на своей шкуре, обобщая свой опыт скажу, вам поможет только горькая таблетка. Но горькая пилюля вылечит вас за месяцы, а не годы. Я вам это гарантирую. И я знаю, что говорю. Просто сделайте то, что я вам советую, и вы сразу же увидите результат. Не потом, а сейчас. Говорить нужно сразу. Отработайте этот урок качественно. Не забегайте наперед. Будете делать, как я говорю, и даю вам тысячу процентов, что сможете хорошо говорить и понимать речь. Сейчас мы строим скелет языка, на который сможем нанизать любые слова. Слова не так важны, как скелет. Не будет скелета, никакие тысячи слов вам не помогут. Все рассыплется. Да и слов для бытового общения нам нужно не так уж много. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Жду от вас конструктивной критики и пожеланий. Не забывайте подписаться и поделиться видео с друзьями. Ставьте лайки, жмите на колокольчик и до скорой встречи на этом канале.